У нас самое время для общения с гостем. Он уже у нас в студии, поэтому я передаю слово Александру Ткачеву. Очень многие люди, глядя на события, происходящие вокруг, думают, что беда может обойти их. И очень часто ошибаются. Поэтому тема противодействия терроризму особенно актуальна сейчас в свете недавних событий. Сегодня у нас в гостях Людмила Асхома, заместитель директора по научно-методической работе Симферопольской средней школы номер 43, автор идеи конкурса «Профилактики терроризма. Антитеррор. Голос юных. Выбор молодых». Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как полностью называется ваш конкурс? Конкурс имеет название «Муниципальный конкурс творческих работ, направленных на противодействие терроризму и экстремизму. Антитеррор. Голос юных. Выбор молодых». Громкое название. А как появилась сама идея проведения конкурса? Сама идея появилась в нашей школе уже давно. В школе у нас множество проектов, которые мы стараемся выполнить все под руководством директора Соколовой Елены Александровны. И среди вот таких проектов у нас есть, например, реализация комплексной программы, межрегиональной комплексной программы патриотического воспитания «Мы разные, но мы вместе». Совместно с Черкейским многопрофильным лицеем имени Амарова Республики Дагестан. С 1 сентября 2018 года у нас открыт этнографический музей, который имеет название «Колыбель народов Крыма». Прямо на базе школы. Прямо на базе школы, да. Также разработана целая система традиционных коллективных творческих дел. Все они, конечно, направлены на развитие личности, толерантной личности, которая понимает и уважает многоконфессиональное и многонациональное общество народов Крыма. И буквально вчера у нас прошел один из фестивалей, он имеет название «Фестиваль народов Крыма». Также на базе школы реализуется межрегиональная научно-практическая конференция «Шаги к успеху», посвященная Международному дню родного языка. Давайте вернемся к теме антитеррора. Воскажите все-таки конкретно про это. Одним из инновационных проектов нашей школы является межрегиональное сотрудничество. Поэтому в рамках межрегионального сотрудничества у нас прошел 2 ноября межрегиональный форум, который имеет название «Антитеррористическая безопасность в современной школе». И в этом году мы решили объединить не только силы педагогов, правоохранителей, ученых, представителей власти. Мы также решили подключить к этой интересной и очень нужной работе детей. Вот таким образом и возникла идея конкурса. То есть ученые тоже подключаются к этому проекту? А какие области, если не секрет науки, задействованы? У нас на форуме выступал представитель Академии прокуратуры Российской Федерации. Я так понимаю, что тема актуальна среди школьников как никогда, особенно в свете недавних событий. Вы можете рассказать что-нибудь про свою школу, какие-то интересные случаи? Конкретно почему среди ваших школьников это? Ну, так скажем, в свете последних событий учащиеся приходили мне как филологу, приносили множество стихотворений, которые были посвящены керчевским событиям. И мы решили не оставить это просто так и вот развить идею проведения конкурса. Таким образом дети получили возможность выразить свое отношение, связанное с идеологией терроризма и экстремизма. Дети получили возможность внести свой вклад в пропаганду, в агитацию антитеррористических, то есть пропаганду антитеррора и экстремизма. Поэтому в конкурсе у нас было три номинации. Первая номинация это «Сила слова против террора», где обучающимся необходимо было подготовить любое литературное произведение в произвольном жанре. У нас были эссе, стихотворения, сочинения, рассказы. Конечно, все связаны с этой тематикой. Вторая номинация называлась «До патриотизму, нет терроризму». В рамках этой номинации учащиеся предоставляли видеоролики и мультимедийные презентации, связанные с профилактикой антитеррористической деятельности в образовательной сфере. И третья номинация «Сила кисти против терроризма», где обучающиеся представляли рисунки, плакаты, мотиваторы, демотиваторы, листовки, связанные на эту тематику. А сколько всего человек поучаствовало? Из каких школ, каких регионов Крыма, России? В этом году конкурс имел статус муниципального. У нас приняли участие 238 обучающихся из 34 образовательных учреждений. Но самое важное, что мы не ожидали, но конкурс получил большой отклик и среди воспитанников дошкольных учреждений. У нас приняли участие в конкурсе 12 муниципальных садов и ведомственный сад «Таврика». Не будет в следующем году, допустим, какого-то, например, именно для дошкольных отдельной номинации? Мы постараемся продумать. Пока у них была одна номинация «Сила кисти против терроризма». Скажите, пожалуйста, как проходило награждение? 2 ноября 2018 года на базе 43-й школы в рамках проведения антитеррористического форума были приглашены победители и призеры конкурса. Но самое интересное, что мы их не просто вызвали на сцену и наградили. Мы решили, раз это террористический форум, обязательно необходима секция для обучающихся. Поэтому ученики первых четвертых классов посетили круглый стол и приняли участие в изготовлении ЛЭБУКа «Правила поведения при угрозе террористического акта». Обучающиеся пятых-седьмых классов разработали памятки «Как не стать жертвой кибербуллинга», что актуально в наше время, потому как именно дети этого возраста практически все свое свободное время проводят в сети. Извините, кибербуллинг — это как раз вот эти вот все синие киты и прочее-прочее, что так актуально сегодня. Да, и для обучающихся девятых-одиннадцатых классов проходил квест «Терроризм. Угроза общества». Ну, таким образом, мы с вами выяснили, насколько это актуально для нашего общества. Действительно, профилактика с молодых ногтей, так сказать. Но я предлагаю перейти далее. У нас следующая рубрика «Крым онлайн». И давайте посмотрим, что же подготовили наши журналисты в этой рубрике. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!